В энергетике Ивлевой Гордон выгнал Калагривого Егор Грит сострик волосы? Я не верю, блядь Этого не может быть, блядь Какие новости уже чую хорошие Ивлеевой и нашей опасную дозу микробов Только там виноват Никита Калагривый на первом канале Соскандалом ушел со съемок Новая прическа Крида Саша Стоун попал в аварию А Слава Копейкин рассказал про свою беру А Рублев, Рублев что-нибудь рассказал? Поехали Бери свои любимые Берите лучше уроки Побольше домашнего задания, чтобы быть умнее Патриотка Очередной пранк надо аудитории Но в этот раз ненамеренно провернул кореш Несколько случайно зашедших Подписчиков на страницу сквада Хазиева Заметили, что помимо забаненного Плохого парня, в часе участников Отсутствует аккаунт Леши В этот момент он находился на стриме Равшана Где отшутился, что специально ушел Чтобы перейти в более перспективную команду Шпану А потом аналогичные отговорки произнес во время своего потула А мы тебя не возьмем в шпану, братан Ты уж прости, блядь Кореш Ну, я вышел со сквада Меня посетили инопланетяне Этой ночью И они мне четко дали ответ Я их умолял, чтобы они меня забрали с собой Но они меня не забрали И четко мне сказали Дали ответ Ты должен уйти Почему вышел из сквада? Слушай, меня заставили Парадисис Ну, не тухло, рофлит Неплохо Но все это оказалось лишь мискликом Или, проще говоря, случайно То есть жути нагнал бы Он такой Да это мисклик, понятно Шати То есть он сам до последнего не был в курсе, что вышел оттуда Удивил свою аудиторию неожиданным заявлением и крит История его длинных волос и желания их чутка застрелить Бля, это такая история, пиздец, этими волосами А, да-да-да, скорость, давайте И погромче надо сделать, что-то он тихий Ага Около года, но Егор все никак не решался И вот в Лос-Анджелесе он все же сходил к барберу, который убрал ему примерно по 1 длины Бля, я сходил в этот ваш барбишок В фандоме, ожидая худшего результата, боялись, что будет чуть ли не налоса А так, в принципе, получилось Бля, я очень испугался, бля Некоторые считают, что даже лучше предыдущих Слушай, даже лучше Бля, охуенная новость, дайте бог здоровья Бля, это лучшее, что я видел Спасибо тебе большое, реально Это легендарно Парень их провел на Чиле на Рассабоне, разъезжал по городу, решая семейные и бытовые... Бля, чем он сейчас вообще занимается? Вот раньше он был типа парень карнавал, а сейчас? Ха-ха-ха, а сейчас что делать? ...и все затянулось до позднего вечера, когда его ждал сюрприз в виде очередной аварии на личном автомобиле. А я даже сказать... А неху по тротуарам сжёгать, блядь. Просто уже нечего. За что? За что? Просто... Ебать, воткнулся, блядь. Вот так вот. В рейндж воткнулся, блядь. Ну, у него денег-то много, он, наверное, ёбер какой-нибудь. Саша тут явно утрирует, считай тачку проклятой или неудачной. Братан, дистанцию, знаешь, знаешь, что такое дистанция? Дистанцию... Чё скорость? Я поставил уже. Братан, ты виноват, я тебе сразу говорю, скорость надо держать. Ой, дфу, блядь, дистанцию надо держать и не гонять, блядь. Вот ты виноват, оплачивай, нахуй. Так как он вспомнил аварию с колесом, которая произошла аж 9 месяцев назад. Да, хотелось бы, чтобы с автомобилями вообще ничего не случалось. Блядь, Суба, можно глянуть, что у него есть, да-да-да-да. Зависит не только от нас. Пойдём глянем, чё там, может, позадрачиваем мальчика. Он боец, боец, он сейчас, МММ. Понятно, бля, круто. Ну ладно, тогда пиздеть на него не буду, ещё мне, ну, нападёт. Я-то могу, естественно, в ответ чё-то ёбнуть, жёстче ещё. Но не буду травмировать человека, конечно, конечно, не буду пиздеть. Перестал поставляться в магазины. На него. Отказ Насти от новых партий не связан с голой вечеринкой или желанием сохранить деньги. Ситуация гораздо хуже, так как последняя партия напитков оказалась бракованной. Порядка 170 тысяч банок сделали настолько некачественными, что при любом сдавливании из швов начинала сочиться жидкость. Также люди из команды Ивлеевой провели проверку и обнаружили в помещении для производства нарушение антисанитарии. В том числе в способах хранения банок, которые в открытом виде выставлялись на улице. В них попадали грязь и микробы, образовывалась плесень. Превышение от нормы в несколько десятков раз, что может пагубно отразиться на здоровье употреблявшего человека. Ой, я не употребляю. В определенной случае компания Настя подала на завод в суд и требует 4,5 миллиона рублей моральной компенсации. Сколько? Моральный, блядь? На 100% выиграет, может, чутка меньшую сумму. Но мне больше интересно, попадала ли подобная продукция на полке магазинов. Ведь это реально может кому-то испортить как минимум пищеварение и стоило бы их совсем нет. А, энергетик не портит. Все, хуйня, гайд, собачья. Чисто хайп ради того, чтобы... Ой, эти новости состряпало, что типа смотрите, как я слежу за качеством своего товара. Я же даже проверяю, лично на завод хожу. Чистый пиздеж и... Короче, пиздеж, не верил. Виное шоу устроил Никита Калагривый, который за пару интервью... Бля, он заебал, отвечаю просто. Он меня заебал, блядь. ...правал себя в интернете. Причем у человека какое-то, блядь, расстройство, короче, жесткое, блядь. Он то... Я вот его подкаст с Джараховым смотрел, он то, как быдло жесточайшее разговаривает, как тот из слова пацана, блядь. То, как очень культурный человек, творческий, высокого полета, он заебал, блядь. ...прямолинейного человека, без тормозов и тактичных... Он реально, он как будто всегда в образе, в разных образах. У него как будто своего ничего нет. Ну, мне такое ощущение, блядь. Все эти качества... Он реально... Вы слышали, как я с Джараховым разговаривал? В один момент, когда... Ну, Джарахов тоже такого уровня, что он, наверное, до его уровня опустился. Он сидел такой... Ну, ебан, нахуй мне эта хуйня, ебан. Не, а че нахуй так-то, ебан. Вот так разговаривал, такой, блядь, невозможно слушать. ...во время съемок ток-шоу на Первом канале с ведущим Александром Гордоном, который тоже известен своим жестким стержнем и высказываниями. В момент, когда Никита начал рассказывать о каком-то кино, он слишком углубился в ненужные подробности, на чем сделал акцент Александр. Актеру это не понравилось, завязалась совестная перепалка, и, не найдя компромиссы коллагривой, покинул студию. Ну, историю можно рассказать про что кино? В двух словах вам нужно сказать. Да, конечно. В двух предложениях вам нужно сказать. В двух словах. Кино про... Вы же на шоу хотите, я вам в трех словах вообще всю передачу закончу. Ну, я тут буду я хотеть. Че хотите, а че не хотите. Давайте я тоже не хочу. Тогда отвечайте на мой вопрос. Если нет, вас никто не держит. Спасибо, могу уйти? Не надо. Не надо. Не надо, не надо. Я с вами диалог не найду, честно. Нет, конечно. Тут по ощущениям просто... Пожалуйста, не надо. Ты последний мог блогер есть. О, круто. Сейчас вот это предпоследний... Ну, короче, еще два, посмотрим, там будет последний. Лайт высушивает другого и гнет свою линию, считая, что он прав. Я ничего не понял. Мне показали кусочек такой, что не понять, кто виноват. Мне похуй, по идее. Один слишком надменно уточнил, а другой также надменно ответил. Все же зрители сидели в афиге, как и Ярослав Могильников на заднем фоне. В афиге. Такие моменты очень портят атмосферу любой программы. Атмосфера программы, бля. Вот этого говна. Это там атмосфера еще есть. Круто. Большое интервью со Славой Копейкиным, сыгравшей Турбо в «Сово пацана». Разговор с ним приоткрыл завесу тайны на немного другую сторону жизни любого артиста. Для сериала у него не было больших ролей и постоянной работы. В театре платили мало. Приходилось сильно ужиматься в хотелках. В целом, его семья жила не очень богата, а когда он съехал от родителей, то средств снимать отдельную квартиру не было. Приходилось ютиться в отдельной комнате по соседству... Бля, да ладно, ни у кого такого не было очень грустно слушать это, бля. ...сто мне вплоть до января этого года. Ну, сильно смог себе позволить там снимать квартиру, например. Что всегда было проблематично. То есть раньше я там снимал комнату с двумя соседками. А «Солнце мертвых» он тогда уже написал или после этого? Конечно, весело, но уже когда ты понимаешь, что у тебя есть возможность найти квартиру, и немножко все равно разные миры встречаются, там, быт, еще что-то, ты все равно такой, ну, пора свое гнездышко. Чуть лучше все складывалось до СП у Рузиля Минникаева, а крупные роли до этого были. Но приток такой популярности вызвал дискомфорт в плане личных границ. В еще одном интервью он признался, что является закрытым человеком. Да всем похуй, блядь, можно что-нибудь нормальное, блядь, новости. Да похуй мне на эти слова, пацаны, вы меня заебали. Дети Джигана и Оксаны Самойлова в сериале. Ладно, приступаем ко второй серии. Пополивайтесь.